В девятой партии Сергей Корякин с удовольствием повозил в Эншпиле чемпиона мира. Давайте посмотрим, как это было. Была разыграна испанская партия. И после ходов b5, слон b3, слон c5, a4, черные сыграли ладья b8. Почему они сыграли именно так, а не слон b7? Слон b7 этот ход вел к уравнению. Аб, Аб, ладья бьет на а8, ферзь бьет на а8. У черных небольшая активность по линии А, но в принципе эта активность компенсируется действиями белых на королевском фланге и в центре. Давайте вернемся к седьмому ходу. a4 сыграли белые и ладья b8 сыграли черные. c3, d6, d4, слон b6. Аб, Аб и конь А3. Здесь черные играют 2-0, короткая рокировка. Почему именно так сыграл Карлсон? Для него очень важно вывести слона на поле g4. Для того, чтобы хоть как-то снизить активность белых на королевском фланге. В этой позиции черные отдают пешку b5, но взамен получают хорошую игру на королевском фланге. Что было бы, если бы черные сыграли слон a6, защищая пешку b5? Тогда последовало бы слон g5, рокировка, d, e, конь бьет на e5, конь бьет на e5, d, e, ферзь f3. И игра белых намного лучше. Ферзь e7, конь c2, слон b7, конь e3, конь идет на f5, слон бьет на e3. И, иначе конь ушел бы на f5, и у белых была бы очень хорошая атакующая позиция. Поэтому черные здесь должны разменять слона на коня. И здесь позиция белых лучше. У них атака по линии f. Черным здесь защищаться сложнее. Давайте вернемся к 11-му ходу. Черные жертвуют пешку b5, но заканчивают развитие своего королевского фланга. Играя 2-0. Конь бьет на b5, слон g4, слон c2, ed, конь b бьет на d4, конь бьет на d4, cd, слон бьет на f3, gf. Потому что брать слона ферзем нельзя, из-за того, что ферзь защищает пешку d4. gf, конь h5, король h1, и ферзь f6. Слон e3, белые защищают пешку d4, c5, нападение на пешку, и контрнападение e5. Ферзь идет на e6, ed, черные играют c4, и b3. Взятие на b3, слон бьет на b3, ферзь бьет на d6, и ладья a6, связывая слона. Ладья f на d8, ладья g1, намечая атаку по линии g, ферзь d7, ладья g4, конь f6, ладья h4, ферзь b5. Ладья a1, g6, ладья b1, ферзь d7, ферзь d3, конь идет на d5, временно блокируя пешку d4, ладья g1, и черные здесь играют слон c7. Почему же черные, например, не взяли слона e3? Давайте посмотрим, оказывается, это взятие было бы большой ошибкой, потому что после конь бьет на e3, ладья бьет на g6, шах, белые проводят комбинацию и ставят мат черному королю. hg, брать пешкой f нельзя, она связана, hg, ферзь бьет на g6, шах, король f8, и ферзь f6, и здесь нет защиты от мата, слон бьет на d4, ладья h8, мат. Вот почему после ладья g1 нельзя брать слона на e3. Давайте вернемся к ходу ладья g1 и слон c7, слон g5, ладья e8, ферзь c4, белые оказывают давление на коня d5, ладья b5, защищая коня, ферзь c2, ладья a8, слон c4. Здесь белые активностью двух своих слонов снижают активность черных ладей на ферзьевом фланге и заставляют черных разменять одну ладью на ладью противника, тем самым создавая для белых вполне благоприятную позицию. Ладья b на a5, слон d2, ладья a4, ферзь d3, ладья a1. Происходит размен, После чего конь идет на e7. Здесь, может быть, немножко лучше было бы сыграть h5, освобождая поле h7 для короля, тогда белый слон уже не сможет попасть на поле h6. Ладья e4 и король g7. Но чемпион мира сыграл по-другому. На 38-м ходу он пошел конь e7 вместо h5, конь e7 и слон бьет на f7 шах. Король бьет на f7. Вот этот ход, слон бьет на f7 шах, был сделан уже перед первым контролем и рассчитан он был на то, что черные не разберутся в комбинационных осложнениях, потому что у чемпиона мира было мало времени на часах. Король бьет на f7, ферзь c4 шах, король g7, d5, конь f5, слон c3 шах, двойной удар, король f8, слон бьет на a1, конь бьет на f4, шах и ферзь бьет на h4. Ферзь бьет на d5 и партия перешла в эншпиль с лишней пешкой у белых. Однако реализовать ее достаточно сложно. И вполне понятно решение Сергея Корякина немножко повозить этот эншпиль, так сказать, ничем не рискуя поставить чемпиона мира в то же положение, в котором обычно оказываются его соперники. Дальше продолжалось. Ферзь f6 шах, ферзь f7, ферзь d4, король e8, ферзь e4 шах, ферзь e7. Черное, конечно же, не против размены ферзей, тогда играть будет легче. Белым размен ферзей совершенно не нужен. Ферзь f7, ферзь e4 шах, ферзь e7, ферзь e6. Идет такая маневренная игра. И здесь черные строят крепость. Ферзь a4 шах, ферзь c6, ферзь a7 шах, ферзь c7, ферзь a2. Защищая пешку g6, слон e3, ферзь e6, ферзь a7 шах, король e8, слон c5. В общем-то, к ничее вело и слон бьет на c5. Ферзь бьет на c5, король f7. В партии было продолжено слон d8. И после h3, ферзь d5, слон e3, партия пришла к ничейному результату. Вот так Сергей Корякин проверил чемпионы мира. На 74-м ходу они подписали бланки и, соответственно, согласились на ничью.